Мы недавно разговаривали в эфире с Магдой, вашим земляком, политологом, Гене Магда. И как-то вот сошлись, не только это его мнение, но и многих других экспертов, сошлись во мнении, что наши народы, украинские, белорусские, я имею в виду, очень мало друг о друге знают. И как-то привыкли общаться через Москву, что ли. Ну, как бы. И знать даже немного друг о друге, в основном через Москву. Через Москву. Как Москва показала. Вот, если сегодня у вас, вы знаете, я даже зайду издалека, мы разговаривали в эфире с Олесей Бацман, возможно, вы знаете этого человека. Да. Да, так сложилось. Возможно, я и знаю, да. И, значит, там проскочил такой момент, когда вот мы разговаривали, разговаривали, и Олеса сказала, ну вот в Ютубе же что-то там в Ютубе, я не знаю, говорит, в Беларуси вообще есть Ютуб или нет. Для меня это стало откровением, да. Конечно, в Беларуси есть Ютуб, и это главный источник информации для большинства белорусов на сегодняшний день. То есть мы мало друг о друге знаем. Есть ли сегодня у вас и у тех, с кем вы общаетесь, и как вам кажется у украинцев, понимание того, что вот есть Лукашенко, есть его режим, и есть белорусы, невооруженные белорусы, которых большинство, но которые, к сожалению, сегодня не контролируют ситуацию в стране. Есть ли это понимание у вас сегодня? Я черпал и черпаю информацию о белорусах и о Беларуси не из российских источников. Из российских источников можно начерпать только манной каши в голову. Я прекрасно знаю Беларусь, много раз бывал в ней в разные годы, начиная еще с советского времени. Я очень люблю Беларусь, очень люблю белорусов. Это народ-страдалец, который так пострадал во время Второй мировой войны. Каждый четвертый белорус был убит. Сколько было уничтожено деревень. Каждый третий, говорит. Ну, какая разруха была и так далее. Я с большой нежностью отношусь к белорусскому народу. Я имею, правда, одну претензию, если можно так назвать, к белорусам. Они не смогли справиться с Лукашенко, хотя они имели преимущество в этом поединке, и они его не реализовали. В Украине дважды были подобные ситуации, два Майдана, в четвертом и в тринадцатом-четырнадцатом годах, и мы справились. Мы все-таки заставили власть считаться с народом, и мы утвердили справедливость оба раза. Белорусы не смогли дожать Лукашенко, и сослужили тем самым плохую службу не только себе, но и нам. Потому что, если бы представить сегодня другую Беларусь, я уверен, что от нее не исходила бы угроза Украине. Сегодня Беларусь — это государство, с территории которого на территорию моей страны исходит прямая угроза. И мы вынуждены спускаться в бомбоубежище, когда нам сообщают, что с аэродрома Мачулищи взлетел очередной миг. И бомбят нас с Беларуси, и заходили к нам с Беларуси, и не исключено попробуют зайти еще с Беларуси. Это прискорбно. Я понимаю, что народ и государство — это разные вещи. Я совершенно понимаю, что подавляющее большинство народа белорусского думает иначе, чем Лукашенко. Я абсолютно отдаю себе отчет в том, что Лукашенко подавляющее большинство людей ненавидит в Беларуси и боится. Но это уже, знаете, это уже такие слабые доводы. Главный довод один — с территории братской Беларуси для нас исходит смертельная опасность. Почему тогда, как вам кажется, украинцы не перевернули ситуацию на территории Луганской и Донецкой областей и не погнали, извините, с санными тряпками всех этих бородаев и прочую эту нечисть? Потому что на территории Луганской и Донецкой областей Россия завела свои регулярные силы, плюс огромное количество агентуры, плюс огромное количество смотревших на тот момент российское телевидение обдолбанных украинцев. Здесь целый ряд факторов есть, почему тогда не получилось. Здесь есть фактор слабости Украины как государства на тот момент, засилие российской агентуры на самой вершине украинской власти. Тут большое количество факторов, но я говорю вам о том, что когда народ восстал в 2004-2013-2014 годах, народ дожал эту ситуацию, мы ее дожали. Белорусы дожать ее не смогли. Белорусы оказались слишком культурными, становились, снимали обувь на лавочке, культурно ходили, требовали отставки Лукашенко. А он не захотел, он заплатил армии, заплатил силовым структурам и разогнал протесты, издевался над белорусами, а белорусы это терпели. Вот о чем я говорю. Белорусские добровольцы в составе ВСУ, полк Калиновского в том числе, рельсовые партизаны, благодаря которым, может быть, было спасено не одна сотня жизней украинцев, волонтеры, частные инициативы. Те, которые разувались, я не стою об этом напоминать, те, которые разувались на лавочках, они конкретно сейчас в Украине. Это именно те люди. Те люди, чья фотография... Это не способно как-то повернуть, развернуть мнение ваше о белорусах? У меня о белорусах, еще раз говорю, очень хорошее мнение. Просто белорусы слишком культурный народ и народ, который, может, воспитан в непротивлении и злу. Вы знаете, мне кажется, белорусы это люди, которые, если ударили по правой щеке, способны подставить левую. Я просто сравниваю ситуации с Лукашенко в 2020 году с тем, что у нас было в 2004 и 2013-2014. Это разные вещи. Понимаете, когда ты стоишь на Майдане, на трибуне Майдана, в 5 утра, и на тебя идет ОМОН с дубинками, в касках, ну, как инопланетяне, то мы не разбегались, мы стояли, и было страшно, и было понятно, что они могут применить оружие. Но мы стояли, и нас было много, и люди по институтской шли на пули, но шли, и люди брали штурмом райотделы и милиции, забирали оружие, и власть видела, что да, дело так не пойдет, люди будут стрелять. Это украинцы. Белорусы так не смогли. Я констатирую факты, я люблю факты. Еще один из аргументов, из фактов, это то, что в 2014 году, например, в вашем правительстве не было единодушия никакого по поводу происходящих событий. Были люди, которые были за Украину и против Януковича. Нам было чихать на наше правительство. Мы никогда не относимся к правительству, как к священной корове. Я вообще всю жизнь говорю, я этих людей нанимаю за свои налоги, я долларовый мультимиллионер, нанимаю их за свои налоги, чтобы они мне служили. Для меня правительство — это наемные работники, и мы в Украине так к ним относимся. У нас нет страха перед правительством, пиетета перед правительством. И если человек оказывается мудаком, даже если он президент, мы говорим, это мудак. Ресурс. У нас так мы воспитаны. Понимаете, белорусы, белорусы вот такая, знаете, я очень люблю белорусов, я еще раз вам говорю, вы поймите меня правильно, у меня сын на четверть белорус даже. Ну, вот такое, вот такое, такое, какое-то вот воздушное состояние, вот такое, доброта это чересчур, чересчур это, знаете, вот мы немножко отличаемся. Поэтому вы не смогли удержать ситуацию и отступили перед наглой дубинкой Лукашенко. А мы ситуацию удержали и победили оба раза. Вот в чем разница. Можно я немножко напомню, просто ради справедливости, 20-й год у нас был не единственным. До 20-го года у нас были 90-е, я, к сожалению, там была ребенком и не смогла участвовать. У нас был 2006-й, у нас был 2010-й. Ну, 16-й, ладно, мы не считаем, там было все совершено. Вы знаете, я говорю всегда о результатах, я говорю о результатах. В результате массовых протестов в Беларуси 20-го года они были подавлены, многие белорусы вынуждены были покинуть родину, многие оказались за стенках, за решеткой, многие были сломлены. Лукашенко остался на троне, впустил российскую армию, и российская армия сегодня идет с территории Беларуси на нас. Вот результат. Дальше мы уже разбираем, почему это произошло. Но это результат. Российская армия вошла не в 22-м, и даже не в 20-м. В 16-м она уже там стояла. Ну, вот ради справедливости, просто чтобы... Ради справедливости у нас тоже стояла российская армия в Украине. Скажите просто... И украинской армии не было вообще. И 5 тысяч боеспособных солдат на всю Украину. И руководили украинскими военными, ну, министерством обороны. Два последних при Януковича министра были вообще гражданами России. И руководил СБУ гражданин России, Якименко. Ну и что? Ну вот так, да. Народ встал и сказал, пошли вон отсюда. И выгнал их. И ничего не помогло. Ни Путин не помог, ни Шмутин, ни Херутин. В 2020 году Украина продолжила торговлю с режимом Лукашенко, как бы не оглядываясь на то, что происходило внутри страны, внутри Беларуси. Да, вы совершенно правду говорите. Вы считаете... Значит, я считаю это... Смотрите, я считаю это позорным. Но у каждой страны есть свои национальные интересы. Так же, как у Израиля, например, сегодня. Есть свои национальные интересы, не только сегодня. И когда ближайший союзник Израиля, США во все помогает Украине, Израиль этого не делает. Почему? Потому что боится Россию, которая может нарушить баланс на Ближнем Востоке. не в пользу Израиля. Рабатывает национальные интересы. И я думаю, что у руководства Украины на тот момент был национальный интерес в том, чтобы не дразнить Лукашенко, потому что он может обеспечить какую-то защиту типа границ Украины в случае агрессии со стороны России. Я вам скажу больше. Когда я брал интервью у Лукашенко, я ему задал конкретный вопрос. Это вообще... Миллионы, миллионы людей посмотрели именно этот кусок. Я сказал ему, что Александр Турчинов, который исполнял обязанности президента Украины в 2014 году, сказал мне, что с вами беседовал, и вы сказали, что ни один русский танк со стороны Беларуси или русский захватчик со стороны Беларуси в Украину не пойдет. В крайнем случае я предупрежу об этом за три дня. И Лукашенко сказал мне, никогда! Мы это слышали. Да, да, я Дмитрий Пограничник, сказал он. Мы это слышали. Дмитрий, я прошу прощения, что... Фуфлыжник он, а не Пограничник. Чистый фуфлыжник. Когда вы ехали на интервью с ним перед выборами в августе 2020 года, вы понимали уже тогда, к какому существу вы едете на интервью? Или для вас это... Или для вас то, что происходит сейчас, стало открытием каким-то? Или происходило тогда в августе 2020 года? Вы знаете, здесь очень важно... Хороший вопрос вы задали, и я вам объясню это абсолютно честно. Как всегда, все, что я говорю, я говорю это честно. Первое. Я писал долгое время, ну и пишу сейчас фактически, летопись времени, летопись эпохи. И я взял более 1200 или 1300 уже интервью с людьми, которые являлись символами времени, частью времени и эпохой, в общем-то. А вот Горбачева до Блохина, от Кличко до Шеварднадзе, условно говоря, это знаковые все люди были. Говорить о том, что все они были, или большая часть их была прекрасными людьми, это неправильно. Они были разными. И плохими, и очень плохими, и ужасными, и хорошими, и очень хорошими, разными. Как сказал мне один историк плохий, академик плохий, он в Соединенных Штатах преподает, очень серьезный человек, он сказал, у истории нет героев, у истории есть факты. Поэтому Лукашенко с точки зрения истории представлял для меня огромный интерес, и я хотел с ним сделать интервью долгое время. Я добивался этого. Вот Станислав Станиславович Шушкевич, например, с которым мы поддерживали очень теплые отношения, несколько интервью записали, он вообще приехал ко мне в гости в Киев, и мы с ним сделали многочасовое интервью, и вечером даже, я помню, Леонида Макаровича Кравчука пригласил, и мы так славно посидели. Тоже эпоха, часть истории. Но вернемся к Лукашенко, он был мне безумно интересен, и кроме того, не забывайте, да, я много лет просил об интервью, не получалось, и вот за месяц или полтора до интервью мне позвонили из его администрации, сказали, что он готов. Выборы были накануне, понятно, но он мне уже потом сам сказал, что его сын Коля мой фанат, и он смотрел практически все мои программы, сказал, папа, ты должен к нему пойти, это круто, невероятно, круто, и в общем он его сагентировал. Это было первое и единственное интервью Лукашенко и Ютуб-каналу. Это первое. Савчак еще брала. Потом, наверное, значит. Значит, уже потом. Это было первое интервью Лукашенко и Ютуб-каналу. А теперь, что касается следующего. Я ехал к президенту братской страны, который встречался и обнимался со всеми украинскими президентами, включая Зеленского, который имел в Украине максимальный процент поддержки, 60 с чем-то, среди всех зарубежных лидеров. Лукашенко на тот момент был самым популярным в Украине зарубежным лидером. И я ехал к человеку, который мне был безумно интересен. Конечно, это интересный человек. Можно ли позвать человека? Это второй вопрос. Но он был очень интересен. Вот на второй или третий день после того, как он стал разгонять протесты, на второй или на третий, я выступил с гневным осуждением его и разгона и так далее. И делал это все время. Вот пока шли протесты и потом. Протесты у нас были и до выборов. Нет, это мы помним, да. Но сажать начали до выборов. Бабарико взяли еще когда-то. Ну, то есть с мая начались посадки. И, ну, мне кажется... Я вам что-то скажу про Бабарико. Пожалуйста. Я никому этого, наверное, не говорил еще. Мне позвонили от Бабарико. Сказали, вы не хотите сделать интервью с Бабарико? Я говорю, ой, интересно. Да. Мы договорились, как сейчас, помню, на четверг, а в среду его задержали. Значит, смотрите. Бабарико, тоже не преувеличивайте, это человек российский, газпромовский в моем понимании. Я вам еще скажу одну вещь интересную. Лукашенко имел тогда, когда я к нему приехал, очень ярко выраженную антироссийскую риторику. Он же вообще хамелеон редкостный. Он может сейчас сказать, Путин прекрасен, завтра сказать, Путин плох. Он скажет все, лишь бы удержаться у власти. Все, что угодно. Он имел ярко выраженную антироссийскую риторику. Он помешал Путину стать, избираться как президент Объединенного Государства. Он лично. И в интервью со мной он очень антироссийски высказывался. Посмотрите, это очень интересно. Кроме того, там была история с вагнеровцами, задержанными в Беларуси. Там много наслоилось моментов, которые подогревали интерес к этому интервью, мой личный. Я всегда исхожу из того, что если мне интересно с человеком, значит, будет интересно и зрителям. Я всегда через себя преломляю ситуацию. Что касается арестов, да, аресты были, но такого зверства, я такого представить себе не мог, что он устроился своим народом после выборов. Если атакует теоретически, может быть, Лукашенко при всей своей животной изворотливости политической сохранит свое кресло после поражения России в войне с Украиной. Украина продолжит торговлю с этим режимом, как вам кажется? Ну, покупать бензин там, битву, чтобы отстроить страну. Какие здесь в этом случае будут национальные интересы? Он же не будет представлять военные опасности для Украины. Я думаю, что, я даже уверен, что Лукашенко не может сохранить свое кресло в случае победы Украины. Как только падет Путин, попадает очень много его сатрапов и сателлитов. И Лукашенко будет первым среди них. Не усидит, он не удержится. Падение Путина будет означать передел всего. Территории новые появятся, страны новые появятся. И, конечно, старые руководители уйдут в прошлое. Лукашенко животное политическое такое. Он понимает, что он зависит от карьеры Путина, от жизни Путина. Он сейчас с ним неразрывно связан. Он пересек черту возврата, за которую уже нет. Я так думаю, что нет. Возможно, теоретически, возможно, все в нашем мире. И мы видели разные варианты и разные развития событий. Но в случае с Лукашенко, мне кажется, только Путин все и Лукашенко тоже все. Я думаю, что он в Китай убежит. У него есть куда бежать. Вот как? Ну, очень близкие отношения. У него очень близкие отношения с Китаем. С китайским лидером Сидзепином. И если в Беларуси что-то будет... Беларусь же очень китайзированная экономика. И Китай направленная экономика. И там личные отношения. Я уверен, что если будет опасность нависать над Лукашенко, его борт возьмет курс на Пекин. Угу.